Ты просто пытаешься уничтожить меня, ты хочешь уничтожить меня! Почему мы не можем остановиться? Всем привет, оперативники N7! Это буквально я 5 секунд назад сказала, что в следующей серии пойдем на Феррос. И тут я ходила по галактике нашей вот этой вот. И наткнулась на то самое задание, которое, ну, я помню, что оно должно быть. Но где оно дается? И вот, в общем, мне Хакет дал задание. Давайте мы его выполним. Поэтому я решила вторую серию подряд записать. Просто не хотелось ее, я не знаю, я хотела вообще ее сделать в отдалении от вас. Но это как-то ведь неправильно получается. Неправильно. Где она? Почему-то, главное, я вообще в другой системе была. В системе, где Феррос. И мне дали это задание. Как это работает вообще? Понятие чехи. Система кокоса гамма-аида. Гамма-аида. Как это работает? Ладно, попробуем. Я серьезно не понимаю. Я была вообще в другой, просто... Као-аида. А-а-а, тут появились еще что-ли? О-о-о-о-о. А, ну Антей была. Плутос не помню, была или нет. Дид точно была. Фолианта была. А в Плутосе, может, еще что есть? Я уже не удивлюсь, просто. Вот, я вот серьезно не помню, что это вообще такое. Да, в этой... Мы не были. А вон мы сейчас все эти соберем. Я чувствую. Ну, нет, не все. Что это за планета? Серьезно. Интересно. Ну, мы можем сгонять. Но я просто не знаю, что это за планета вообще. Это... Плутос. Плутос. Нас никто сюда не зазывал. Ну, че бы нет. Опасность высокая температура первого уровня. Несмотря на то, что Нонуэль появился в космических картах одним из первых полной карты самой планеты, до сих пор не составлено. Нонуэль представляет собой крупнейшее тело в поясе астероида в системе голубой звезды Плутос. Он обладает массой достаточно не только для поддержания сферической формы, но и для удержания в качестве своей атмосферы углекислого и сианистого газов, выбрасываемых многочисленными вулками. Нонуэль свойственна бурная вулканическая активность, а причина высокой температуры та же, что и причина увеличенной массы планеты. Нонуэль сформировался вокруг огромной глыбы нулевого элемента, образовавшейся в результате взрыва сверхновой несколько миллиардов лет назад. Нахождение на поверхности чрезвычайно опасно. Она рассечена многочисленными лавовыми потоками, и значительная ее часть покрыта вулканическим пеплом. Орбитальный период 1994 земного года. Радиус 4439 километров. Продолжительность суток 46,9 земного часа. Атмосферное давление 0,88 земного. Температура поверхности 127 градусов. Сила тяжести на поверхности 0,85 г. Что здесь вообще без понятия? Еще так не должно быть. Все планеты, которые нам дают, связаны так или иначе с каким-нибудь заданием. Интересно, подождите. Но это точно не Вермайер? Я бы узнала. На планете Чехе. В скоплении Гамма-Аида. Тут... Так, что мне осталось встать? Один легкий. Один легкий, один тяжелый. Ну, если честно, ну давайте. Просто я что-то вообще этой планеты не помню. Ну, чтоб просто так и... Ну, узнаем. Зато узнаем, что здесь... Странно. Если тут было задание, нам бы дали бы что-то. Подозрительно, если честно. Ну да ладно. Так, что это? Это с той стороны, да? Фигасия. Так, ну давайте сначала... Внутрь зайдем. Пошли дальше. Ой. Идите отсюда, пожалуйста. Так. Ну... Ну, как обычно, собственно. Ничего нового. Так, опасность, понятно. Так. Встатьте, пожалуйста, сюда. Дайте еще очень медленно бы это тут делать. Судя по следам и пеплям, наемники момента смерти стоят лицом друг к другу, наклонившись над ящиком. Оба убиты с первого выстрела. Неподалеку валяется... Винтовка. О, матриарха. Фигасия. В ящике вы обнаружили аккуратно завернутый рукописный фрагмент записи матриарха Дили Наги. Маловероятно, что он был написан ею. Однако, плавные мазки кистью и замысловатые акварельные иллюстрации выдают руку искусственного писца. Задание выполнено. Уже радует. Так. Медальон. Медальон Лиги Единения. Неизвестно, где ему удалось найти этот медальон. Так, что и второе задание выполнено? Я несомневно. Сейчас мы сдохнем. Сейчас мы сдохнем, сдохнем. Так. Так, журнал. О, как я счастлива сейчас. Вы не поверите просто. Останутся одни ископаемые, да? По одному. Да, по одному. Тяжелые металлы. Давайте поищем. Что тут есть. Я просто вообще не помнила об этом месте. Ну, я, скорее всего, по-любому. Даже рыскала по всем планетам. Но вот сейчас просто на запись я вообще просто... даже если честно не представляю так а если мы все собрали что сейчас может быть в этих обломках не представляю вообще просто 5 где-то 5 какой-то зонда там вещички наверно какие-нибудь ну да если честно я думал что я уже просрала то место где могли быть эти жетоны потому что у нас вы конечно не помните тот момент но у нас была одна планета где из-за того что я взяла гараса вместо талии и я не смогла сломать какой-то там тоже похожую какую-то фигню что это за планета вообще что это вообще за база меня интригует на самом деле очень сильно интригует там что задание никакого нет как бы бага какого-нибудь не было на этой планете я точно впервые она очень сильно отличается от других о ископаемая секундочку секундочку какой-то какой-то интересный металл я понятия не имею я не разбираюсь в металлах главное чтоб не редкие у меня в прошлый раз та же самая фигня была полно было редких а легких и тяжелых у меня ты издеваешься да видимо издевается а ч у меня у них гель же полно ты чё да тут беда походу с этим ну ладно я потом все равно их найду чтобы мне это не стоило если мы тут не найдем я и все равно потом буду искать так уже опять сломали что это за база серьезно просто ну глюк ты а она и не активна чё-то как-то странно хочу делать хочу серьезно дожди дарья что за дарья давайте тут поколесим дать все таки я за кадром поколешу я не хочу тратить время чем то что я не знаю есть ли тут какие-то минералы или нет поэтому я тут пображу без вас итак мы продолжаем не удивляетесь что я тут горю слегка здесь на этой планете был молотильщик а у меня с ними просто не везет он даже тут показывается вот он тут есть глюк тут в общем я обыскала все что можно и ничего не нашла абсолютно поэтому пойдемте на нормандию и пойдемте на ту планету на которую нас послали меня есть подозрение что после ферреса возможно снова пошлют на эту планетку я не уверена так где это было в кокусе да в кокусе знаете в кокусе так чухи это я помню чухи да да зама замари ничего нету дайте мне каких нибудь этих о редко серьезно мне их просто уже клевать некуда просто дайте мне тяжелый легкий сложно что ли спасибо вы очень добры так замари это тут больше ничего нет ну тогда пойдем чухи или чухи планета земного типа ее поверхность имеет высокое содержание алюминия встречаются многочисленные залежи кальция несмотря на то что масса чухи достаточно для удержания плотной атмосферы атмосферный слой фактически отсутствует по этой причине средняя температура имеет умеренное значение но разница дневных и ночных температур крайне высока поверхность обращенный к какус к какусу стороны чухи обычно покрыта туманом состоящим из летучих веществ в основном это водяной пар и углекислый газ который становится инеем в течение долгой холодной ночи фандом сирта на чехе был построен исследовательский центр для изучения местных форм земной жизни демонстрирующих невероятную способность выдерживать экстремальные перепады температуры расстояние надо звезды 3 и 7 а е орбитальный период 5,4 земного года радиус 8000 километров продолжительность суток 54,5 земного часа атмосферное давление 0 температура поверхности 11 градусов сила тяжести 1С1,0 Г так но с м Дайте мне там лёгкий Чё-то у меня там осталось-то Даже это задание в принципе Уже не обязательно выполнять Дайте мне пожалуйста Чё-то у меня осталось-то Можно это Спасибо Лёгкий Мне нужен лёгкий Один лёгкий Дайте мне пожалуйста О, как здесь светло Интересно, ну ладно Сигнал так сигнал Там по-любому Либо гетты, либо ещё кто-то Просто по-другому быть не может Ой, господи А нет Так, ладно Запертый Ящик В смысле? У меня же закончено всё С этими матриархами Подождите-ка Ну да Их типа дано больше чем Надо что ли? На всякий случай Если игрок Да Если игрок дебил И не нашёл это Я чё-то как понимаю На ту планету я вообще Не должна была идти Да что, как много-то Это для реально Не сильно блуждающих По всей плане Звёздной системе Ладно По мере приближения При датчику Вы улавливаете Грустную мелодию В исполнении Струнного квартета Вы выключаете Систему Кто бы здесь не жил Они не Появлялись уже Достаточно долго Ящики покрыты Белой пылью чёхой Контрольные индикаторы Показывают Что атмосфера В домике Давно непригодна Для жизни Ну Слава богу Хоть на они напали Обломки Пойдёмте на обломки Ну на этой планете Должно быть Хоть какой-нибудь Одни залежи Он не может быть Бесплодный Мне просто не хочется После Ферроса Если я успею его сделать До того, как моя жизнь Покатится неизвестно куда Чтобы это Выполнять потом Мне лучше Сейчас это сделать Хотя я смотрела Некоторых Ну так Смотрела Я смотрела просто Один момент На Ферросе И они играли Его намного Хуже, чем я Вот Мне просто Нужно было узнать Есть ли там Сохранение в этом моменте И как понимаю Они выполняли его Так Слишком подозрительная Поверхность Слишком подозрительная Ну вроде никого нет Если бы он был Он бы уже появился Так Так Можно объехать Мы не ищем Легких путей Поэтому Там скорее всего Там скорее всего Вряд ли что Полезное есть Да блин Ну давай Что-то сломанное Хотя Хотя когда я так Его сломала Я не смогла Обследовать Ну что Теперь только Один путь На базу Уже правое колесо В мако Какая-то успела Хотя Как я прыгаю Тут Довольно-таки Не суждено Я вообще Это задание По-моему Одной Ты издеваешься Что Да Рядом С ресурсом Серьезно Да я тебя На потом Оставлю Пожалуйста Я не хочу С тобой Драться Серьезно Вот прям Тут ресурсы Соберу Вылезет А он же Не вылезет Тут Хитрая Система Ртуть Блин Точно Тяжелый Металл Если это Вообще Металл Да Как это Печально Просто Ладно Вылезай Давай Я сохранилась Ну что Сыкуешь Что ли Ну Ты серьезно Да Ладно Я как бы И сильно И хочу С тобой Драться Не хочешь Как хочешь Так Пушек Никаких Нет Просто База Тем лучше Ну Сложность Ставить Ее В другом Чтобы Не убить Персонал Грубо говоря Так Так Тут 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 Можно было Вообще Снаружи Своей Уничтожьте Террористов Но внимательно Выбирайте Свои цели Гражданские Настолько Одурманены Наркотиком Что могут Случайно Попасть Под огонь Сидим Тут А Этот Не тут Ладно Как обычно Цветочки Клумбы Не помню Ага Ну Как обычно Тут Так Сумасшедшие Ученые Кого бить Террористы 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 Так... Так... И чё? Так, согласова Богу, они не нападают. Это хорошо. Это бы осложнило очень... Сильно бы... А поговорить чё, можно? Я не могу это остановить, не могу! Всё вертится! Так, если моя команда за мной ходит, значит... Ей нужно встать сюда. Иначе я буду зла. Очень сильно зла. Ага, кто-то сдох уже, да? Ах, ты... Через жопу, как обычно! Но мы это выполнили. Вы очистили комплекс. Все гражданские в безопасности. Правда, по-прежнему что-то бормочет себе под нос. И шарахаются с криками от мусорных баков. Эволюция человечества 2. Эти биотики не особо отличались от остальных подонков, с которыми вам при... Иначе я не могу. Потому что мне тяжело большие серии грузить. Мне приходится покидать свое место обитания. Так, а чё тут? А если будет маленькая серия, то, может быть, и не придется. Кто знает. Как обычно. Давайте. Ой, у нее, кстати... Эта Толида? Фига, там у нее можно... Ну и потом, ладно. А, кстати... Она просто... Да, одна. Мы же это... В прошлой серии-то как раз таки... Ой... Короче, господи. Нахер это все? Это такая снайперка? Серьезно? Давайте ее попробуем. Ой, ну... Правда, нужно отойти куда-нибудь. Чтоб ученых не убить. То есть... Испугается еще. Да... Жестоко. У меня опять мышка появилась. Ну, кстати, на видео я вот этих багов не вижу. Они почему-то чисто когда я играю... Появляются. О, тяжелая броня какая-то. Сейчас посмотрим. Так, блин, не переграждай меня своим... Своей писаниной. И... Так, все, что ли? Ну да. Что, выполнили? Молодцы. А, ну хаки-то, ну все как-то. Я попробую на этой планете поискать легкий металл, но что-то дается... Сдается мне. Вы не чувствуете, как я расту. Я разрушу все вокруг! Что здесь нету легкого металла. Ну вдруг мне повезет. Вот почему-то с легкими металлами... Личная проблема. Либо гуглить надо, на каких планетах легкие металлы. Чтоб это... Что это? А, это люди. Это люди! Так, ящиками все загородили. Ты. Ну ладно, сквозь стены, так сквозь стены. Я не против. Так, я хотела посмотреть броню, да? Херня, если честно. Ну ладно. Главное было посмотреть. Может быть, ей шлепты... Пригодится. Хотя я вообще ее не беру никуда. Она как экспонат у меня. Так. Где мой Мака? И теперь я буду без вас сейчас искать хоть что-нибудь на этой планете. Так. Я вернулась. И да, я здесь не нашла легкого металла. Как обычно. Один же остался, да? Да? Это так мерзко, блин. Ну ладно. Так, мы все сделали. Давайте... Почитаем в кодексе что-нибудь. Но... Уже когда вернемся. Так, сейчас я на сообщение хаки-то надо послушать. Так. Давай. Поступило сообщение. Соединяю. Не думал, что это возможно, капитан. Вам удалось захватить базу и нейтрализовать биотиков, не допустив жертв среди ученых. Я выполняю свою работу, адмирал. Я не мог допустить, чтобы погибли невинные люди. Хотел бы я, чтобы все так выполняли свою работу. Вы гордость Альянса, Шепард. Мы у вас в долгу. Пятая владилия отбой. Герой 24? За одно вот такое побочное задание? Если честно, я в прошлый раз шла на... Ферос, наверное. У меня герой был, наверное... Вот так вот. Конечно, да. Чем больше, тем лучше. Это как бы... Перестеряжение такое. Ладно, кодекс. Что можно посмотреть? Про цитадель что там есть? Пространством цитадели неофициально называют любой сектор космоса, который находится под контролем расы. Цитадель – это древняя космическая станция, предположительно построенная протеанами. С момента исчезновения протеан, многим расам довелось назвать цитадель. По нему, по-моему, что-то уже читали. Обитатели. Азари были первой расой, обнаружившей цитадель. Когда прибыли саларианцы, именно Азари предложили создать Совет Цитадели, чтобы поддерживать мирные отношения во всей галактике. С тех пор Азари исполняет роль примирителей и являются центральной силой в Совете. Азари являются однополой женской расой и размножаются путем портеногенеза. С этой целью они могут приспосабливать свою нервную систему для взаимодействия с нервной системой представителя любой расы, любого пола. Эта способность стала причиной нелицеприятных ошибочных слухов о сексуальной распущенности Азари. Продолжительность жизни Азари может превышать тысячу лет. За это время они проходят три стадии развития. Будучи девами, они жадно и неустанно ищут и накапливают новые знания и опыт. Став дамами, они соединяются с интересными партнерами, чтобы произвести потомство. В завершении они становятся матриархами, исполняя роль лидеров и советников. Да, все. Вторую расу, вошедшую в совет цитадели, представляют саларианцы, теплокровные амфибии, обладающие повышенным метаболизмом. Саларианцы думают, разговаривают и двигаются быстро. Саларианцы считают представителей других рас медлительными и недалекими. К сожалению, скорость обмена веществ значительно сокращает продолжительность их жизни, которая редко превышает 40 лет. Саларианцы способствовали развитию примитивной расы кроганов, которых они использовали в качестве солдат во время рахнийских войн. Они также создали биологическое оружие генофаг, которое несколько веков спустя турианцы использовали для подавления восстаний кроганов. Саларианцы славятся своими наблюдательскими навыками и нестандартным мышлением. Это проявляется в их способностях к исследованиям и шпионажу. Они постоянно проводят эксперименты и что-то изобретают. Распространено мнение, что они знают больше, чем говорят. Ну да, вид у них такой заумный. Около 1200 лет назад турианцам было предложено присоединиться к Совету Цитадели в качестве галактических миротворцев. Турианцы обладают самым большим флотом в пространстве Цитадели. Он является основой вооруженных сил Совета. По мере расширения своих территорий и сфер влияния турианцам пришлось положиться на опыт военной разведки саларианцев и дипломатическое искусство Азари. Несмотря на колониальные взгляды по отношению к остальной части галактики, правящая иерархия понимает, что в случае уничтожения двух других рас она потеряет больше, чем приобретет. Турианцы живут в авторитарном обществе, в котором ценится дисциплина и высоко развито чувство личной и коллективной чести. Со времен войны первого контакта в 2157 году, который турианцы называют «инцидент с ретранслятором 314», между турианцами и людьми сохранилась давняя неприязнь. Тем не менее, официально расы считаются союзниками, а их дипломатические отношения отмечены вежливостью и прохладой. Ну, тоже неплохо, а то что? В начале 2160-х годов Альянс начал стремительную колонизацию в районе Скелианского предела, вызвав беспокойство батарианцев, которые осваивали этот район несколько десятков лет. В 2171 году батарианцы выступили в Совете с петицией объявить предел зоной батарианских интересов. Совет ответил отказом, тем самым разрешив людям колонизировать незаселенные миры в регионе. В знак протеста батарианцы закрыли свое посольство на цитадели и разорвали дипломатические отношения с Советом, став фактически государством-изгоем. Они развязали в секторе предела опосредованную войну, снабжая деньгами и оружием криминальные организации и подстрекая их к нападению на колонии людей. Апогеем конфликта стал Скелианский Блиц, когда в 2176 году профинансированные батарианцами силы пиратов и работорговцев осуществили атаку на Элизиум, столицу людей. В 2178 году Альянс нанес ответный разгромный удар по планете спутнику Тарфан, которая долгое время являлась тренировочной базой преступников, финансировавшихся батарианцами. В результате батарианцам пришлось вернуться в свои системы, и теперь они редко показываются в пространстве цитадели. Ну и давайте еще про кварианцев, если уж мы начали про основные расы читать. Около трех веков назад геты вынудили кварианцев покинуть их родную систему, и теперь большинство из них живет на борту кораблей мигрирующего флота, который состоит из 50 тысяч судов, от пассажирских шаттлов до передвижных космических станций. Флотилия приютила более 17 миллионов кварианцев, и по вполне понятным причинам располагает скутным запасом ресурсов. Поэтому каждый кварианец, достигший соответствующего возраста, должен пройти своеобразный обряд посвящения, известный как паломничество. Они покидают корабль и не возвращаются до тех пор, пока не найдут что-либо ценное для своего народа. Представители других рас недолюбливают кварианцев за то, что они создали гетов, и за те неудобства, которые доставляет их флот по прибытию в какую-либо систему. Это стало причиной множества мифов и слухов, в том числе о том, что кварианцы на самом деле являются кибернетическими существами, и под их одеждой и дыхательными масками скрывается сплав органической материи и искусственных деталей. Блин, ну это чур же. Дикой воды. Так. Давайте сохранимся. И на этом мы заканчиваем. И я не устаю переставать. Если я исчезну, то это так надо было. Итак, с вами была Кейда. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова